Согласно данным компании Сиар, большая часть мигрантских переводов идет на различного рода покупки и развлечения. Меньше всего денег тратится на открытие собственного дела и на предпоследнем месте расхода на образование. А ведь именно хорошее образование считается лучшими инвестициями в будущий успех. Это не только финансовые вложения, но и затраты времени и сил. Сегодняшний выпуск «Капитала» посвящен образованию. Известный российский бизнесмен Банкир Роман Авдеев в своем блоге на Форбсе писал, что образование в России не дает людям возможность научиться креативно мыслить, брать на себя риски и находить неожиданные решения проблем. Впрочем, такая ситуация сложилась не только в российской системе, но и в целом на постсоветском пространстве. В Кыргызстане дела обстоят так же, если не хуже. Так какая система воспитывает специалистов востребованных и конкурентоспособных? Конечно, вопрос этот еще долго будет порождать множество дискуссий, но мы сегодня хотим вам показать двоих героев, которые получают образование, совсем непривычное для нас. В свои 14 лет Аким мало того, что знает, что такое облигации и акции, он еще и понимает, какие заслуживают его внимания, а какие нет. Уже сейчас задумывается о ценной бумаге, какой компании приобрести и получать дивиденды. Только среди предложений местного рынка подходящего не нашел. Есть пара иностранных компаний, которые его интересуют. Телеком 17-й стоит. Мы хотели купить, но когда посмотрели их точное количество, просто были в шоке. Их где-то миллиард. Ну, я бы хотел, если бы заграничные были доступны, я бы хотел купить компании HTC и компании Meizu, начинающие компании, которые... У них хорошие стартапы, и на Kickstarter у них хорошо. Но HTC акции стоит 150 долларов сейчас. Meizu стоит 40 долларов, так что довольно-таки приличная цена. Частная школа, где учатся Аким с виду, особо не отличается от обычной кыргызской школы. Но здесь дети получают иное образование. Школьников учат не только тому, сколько составляет длина мили или когда родился Шекспир. Их обучают тому, что пригодится в реальной жизни. Дети, которые выбрали экономическую направленность, не просто заучивают термины, они еще и отслеживают ситуацию в экономике, в мире и в Кыргызстане. По прогнозам 14-летнего школьника, уже в мае доллар будет стоить больше 70 сомов. Он опирается на тенденции рынка. Исходя из того, что я сейчас вижу, рынок на американские товары довольно-таки большой спрос. Если раньше я покупал с американских сайтов, с Амазона, eBay, я покупал, и фирма, которая привозила все это, у них было 10-20 продукций, которые они товары предоставляли. Сейчас же они по 100, по 200 привозят с Америки. Сейчас все исходит. Айгерим учится в Швейцарии. Говорит, система образования в Кыргызстане и европейская модель сильно отличаются. Еще в четвертом классе они проходили такие темы, как кредиты, налоги. Их учили, как правильно распределять семейный бюджет. К слову, в Швейцарии ученики могут зарабатывать себе на карманные расходы. В Кыргызстане, конечно, школьники тоже работают, но вне закона. А в Швейцарии система налажена, и детский труд регулируется законом. Можно работать на несложной работе, например, няней или уборщицей. Мне родители, конечно, и так дают деньги на карманные расходы, но я сама стараюсь зарабатывать тоже и понемногу работаю. Деньги я коплю на поездке в Кыргызстан, чтобы позволить себе здесь все, что хочу. Айгерим в этом году заканчивает школу, у нее два варианта продолжить учебу. Либо платить за обучение, недешевый контракт, либо выбрать вариант, когда учебу можно совмещать с работой. И тогда работодатель будет платить за ее учебу, готовя себе квалифицированного специалиста. Айгерим выбрала второй путь, и сейчас...